Здравствуйте! На телеканале Десна ТВ новости в студии Ксения Вьюшкова. Главные темы сегодня. Очередное плановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Чтобы не получилось так, чтобы руководитель управляющей организации, или, допустим, начальник ЖЭЛа, был привлечен к административной ответственности. Оптимизация работы МСЧ-135 в период пандемии. В продолжении темы развития коронавируса в нашем городе решите представить вам некоторые цифры и факты, которые мы, которые складываются на сегодняшний день. 10 ноября под председательством главы Десногорска Андрея Шубина прошло плановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. За минувшую неделю в Десногорске 93 новых случая ковида. Итого 773 нарастающим итогом. Стремительное распространение инфекции вынуждает МСЧ города оперативно реагировать на новые условия. Сейчас у нас в медсанчасти общее количество 100 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. 30 дополнительных коек были открыты на базе профпатологического отделения. И они созданы для долечивания пациентов, которые проходят лечение в здании роддома. Заболеваемость школьников не превышает 8%. На дистанционную форму обучения выведены три класса. Два в средней школе номер один, один класс в средней школе номер четыре. В этих же учреждениях складывается тревожная ситуация по руководящим сотрудникам. 60% заболевших в четвертой школе, 50% в школе номер один. По дошкольным и образовательным учреждениям критическая достаточная ситуация у нас в детском саду Теремок. 100% руководителей, два человека заболели. И значит по всем остальным категориям, педагогических работников, младших воспитателей, обслуживающих персонала, процент заболеваемости составляет более 33. 33% младших воспитателей в детском саду Теремок. Важной мерой против коронавируса остается уборка города, в том числе жилых подъездов. Несмотря на эти регулярные мероприятия, их качество устраивает не всех. Сообщения об этом поступили главе Десногорска от неравнодушных горожан. Андрей Шубин поручил управляющей организацией МУП ККП внимательнее относиться к своим прямым обязанностям. Вот вопрос санитарной обработки подъезда в жилых домах, мусорокамер, взять на личный контроль во всех ЖИО. Чтобы не получилось так, чтобы руководитель управляющей организации или, допустим, начальных ЖИО был привлечен к административной ответственности. Там штрафы довольно-таки большие. В целом Десногорск в полной мере продолжает мероприятия против ковида. Руководство города, как и прежде, призывает горожан не пренебрегать мерами личной гигиены и безопасности. В условиях пандемии медсанчасть номер 135 Десногорска оптимизировала свою работу. Подробнее о нововведениях рассказал начальник медучреждения Алексей Азаренков. Уважаемые жители Десногорска, в продолжении темы развития коронавируса в нашем городе решите представить вам некоторые цифры и факты, которые складываются на сегодняшний день в нашем городе. За последнее время, можно сказать, за последнюю неделю мы перестроили работу нашего учреждения и организовали как дополнительные койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, так и провели ряд мероприятий по организации работы в амбулаторно-поликлиническом звене. Был перераспределен поток пациентов на госпитализацию, поэтому в освободившееся здание инфекционного корпуса была создана поликлиника для инфекционных пациентов. Кроме того, сейчас в данный момент организуется колл-центр для доступности общения с пациентами и возможность предоставить всем желающим задать вопросы по теме коронавируса. В настоящее время закуплены телефонные аппараты, закуплены телефонные номера, люди переведены на работу в это подразделение и сейчас отлаживаются механизмы этой работы. За последнее время увеличилось количество вызовов на дом и вызовов скорой помощи. Теперь все неотложные вызова обслуживаются скорой помощью. Для этого дополнительно сформирована бригада скорой помощи, теперь в городе не 2, а 3, и выделен дополнительный автотранспорт до 4 единиц, чтобы могли более эффективно оказывать эту помощь. Для того, чтобы оказать помощь всем нуждающимся пациентам с новой коронавирусной инфекцией, было принято решение об увеличении коечного фонда для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией до 100. Для этого срочно было организовано новое отделение на базе отделения профпатологии, которое имеет отдельные входы для персонала и для поступающих пациентов. Там в течение буквально двух дней были проведены ремонтные работы по созданию шлюза и фильтра. Соответственно, теперь это подразделение соответствует всем санитарным противоэпидемическим нормам. Там есть возможность разделения на грязную чистую зону и на шлюзы. Это новое подразделение предполагается для лечения пациентов в лёгкой форме и пациентов, которые нуждаются в долечивании, которые не требуют интенсивного лечения, которые не нуждаются в кислородотерапии. После открытия были часть перейденных пациентов именно на эти койки, где сейчас они продолжают лечение. Если в семье кто-то заболел, в связи с подъемом сезонных респираторных заболеваний, подъем температуры и признаки ОРВИ не всегда значит, что это коронавирус. Поэтому член семьи должен тоже остаться дома, к нему вызывается врач, независимо от того, что это взрослый участковый врач или фельдшер скорой помощи, либо это педиатр к ребенку вызывается. Все остальные члены семьи живут в обычном режиме. Если же член семьи получает результат теста положительный, тогда всем необходимо остаться дома. Эти тесты попадают сначала в межрегиональное управление 135, которое выносит постановление о карантине, которое накладывается на членов семьи. Уважаемые десногорцы, обращаюсь к вам с огромной просьбой от лица всех медицинских работников нашего учреждения. Соблюдайте все правила поведения в условиях повышенной опасности распространения новой коронавирусной инфекции. Носите маски, соблюдайте социальную дистанцию. Берегите себя, будьте здоровы. Полную версию интервью с начальником МСЧ номер 135 смотрите в эфире телеканала Десна ТВ. В конце выпуска о погоде. 12 ноября в Десногорске пасмурно, осадки не ожидаются. Днем плюс два, ночью около одного градуса тепла. На сегодня выпуск завершен. Оставайтесь в компании Десна ТВ. Всего доброго! Десна ТВ. Всего доброго! Десна ТВ. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин